Управление запасами Целью управления запасами является разработка политики, с помощью которой можно достичь оптимальных капиталов вложений в запасы. Этот уровень не одинаков для различных отраслей промышленности и для компаний в одной отрасли промышленности. Успешное управление запасами минимизирует объемы запасов, помогает снизить расходы и повышает доход. Управление запасами связано с компромиссом между расходами по содержанию запасов и прибылью и отводением ими. Различные позиции запасов отличаются по стоимости, доходности и количеству занимаемых площадей. Причем чем выше объем запасов, тем выше стоимость их хранения, страхования от несчастного случая и воровства, порти, повышенного наложения производственных мощностей, увеличенного персоналом и процентом на заемные средства для приобретения запасов. С другой стороны, увеличение запасов снижает риск сокращения потенциальных продаж из-за отсутствия товаров на складе и замедления производства, вызванного недостаточными запасами. Кроме того, большие объемы закупок приводят к увеличению скидок с продаж. Объем запасов также связан со ставками доходного процента. По мере увеличения доходной ставки процента, оптимальный объем запасов уменьшается. Возникает вопрос, будет ли более прибыльным продавать имеющиеся запасы на прежних условиях или продавать их после дополнительной обработки. Например, запасы могут быть проданы за 40 тысяч или за 80 тысяч, если они были пущены в дальнейшую обработку, оцениваемые в 20 тысяч. Последний вариант должен быть предпочтительным. Дополнительная обработка принесет прибыль в размере 60 тысяч. Инвестиции в запасы рассчитываются по специальной формуле. Допустим, компания «Ц» размещает заказ на 5 тысяч единиц в начале года. Каждая единица стоит 10 тенге. Средняя инвестиция составляет, получается, рассчитывается так, средние запасы. Это 500 делим на 2, будет 2 500 и умножаем на 10 тенге. Средняя инвестиция будет 25 тысяч тенге. Чем чаще компания размещает заказ, тем ниже средняя инвестиция. Ну, понятно, да? Экономически обоснованный объем заказа. Необходимо определить расходы, связанные с планированием, финансированием, регистрацией и контролем запасов. Поскольку стоимость запасов известна, можно рассчитать сумму своевременного финансирования. Расходы по охранению товарно-материальных запасов включают складирование, обработку, страхование, имущественные налоги и альтернативную стоимость содержания запасов. Предварительная оценка стоимости испорченного или устаревшего запаса также должна быть включена в данный анализ. Чем больше запасов, тем больше стоимость их содержания. Стоимость содержания определяется как произведение среднего количества запасов на хранение и стоимость хранения товара. Знание стоимости хранения товарно-материальных запасов поможет определить, какую из позиций товара следует держать на складе. Стоимость заказа товара – это стоимость размещения заказа и получения товара. Они включают в себя транспортные и конторские расходы, связанные с размещением заказа. Для минимизации расходов по размещению заказов следует свести количество размещаемых заказов к минимуму. В том случае, если продукцию необходимо изготавливать, то в стоимость размещения заказа также включается стоимость планируемого изготовления. Стоимость заказа равно – это общее потребление, делим на заказное количество и умножаем на стоимость размещения. Общая стоимость запасов, следовательно, составляет сумму затрат на хранение плюс сумму стоимости заказа. Знание стоимости заказа помогает определять число заказов, которые можно разместить в определенный срок, чтобы удовлетворить потребности компании. Некоторое равновесие существует между стоимостью размещения заказа и стоимостью хранения запасов. Большое количество заказанного товара увеличивает стоимость его хранения, однако понижает его стоимость. И это равновесное, экономически обоснованный объем заказа является оптимальным стоимостным выражением товара, необходимого для заказа каждый раз для минимизации общей стоимости запасов. И отсюда экономически обоснованный объем заказа – это корень квадратный и удвоенной величины произведения общего потребления. и стоимостью размещения заказа – все это деленное на стоимость хранения. Потребности в запасах и их использовании неизвестны с достаточной степенью определенности и могут колебаться в течение разных принадлежностей времени. Также может изменяться время, необходимое для получения размещенного заказа, начиная с момента его размещения. Поэтому нельзя обойтись без резервных запасов. Точка повторного заказа – это индикатор, который указывает, когда разместить заказ. Для его определения требуется оценить срок от оформления заказа и до получения товара. Это может зависеть от месяца поставки или общего денежного предела по запасам, которые будут находиться в распоряжении или подвижать заказу. Точка повторного заказа рассчитывается следующим образом. Время выполнения заказа умножить на средний расход единиц за это время. Это показывает уровень запаса, при котором должен быть размещен новый заказ. Если есть необходимость в резервном запасе, его следует прибавить к точке повторного заказа. Оптимальный уровень запасов можно обосновать, учитывая повышение прибыльности, вытекающей из большего количества товаров. Но по сравнению с альтернативной стоимостью хранения большего количества запасов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...